Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня я отправилась в Паду. У меня была запланирована съемка в одном магазине. Когда я закончила, я пошла снимать витрины и остановилась перед витринами Марины Ринальди. Посмотрите, это уже зимняя коллекция. И в зимней коллекции есть два момента, на которые я обращу ваше внимание. Мне кажется, это что-то новое, то, чего мы с вами не видели. Я буду снимать отдельно зимнюю капсулу, и мои зрители смогут увидеть, но, на мой взгляд, тенденции, потому что уже по такому дому, как Марины Ринальди, можно судить о тенденциях осенне-зимних одними из первых. Это уникальная возможность. Я уже спросила, а можно ли будет опубликовать прямо в июне видео. Мне сказали, да, уже можно будет опубликовать. Итак, я захожу в магазин. Я захожу в магазин, подаванский бутик Марины Ринальди, для того, чтобы поблагодарить директора за письмо, которое мне прислали, после того, как мы отсняли несколько зимних видео. Им очень понравилось, мне тоже все очень понравилось, и некоторые зрители совершили покупки потом. И я в этот момент не планировала снимать, мне просто хотелось поблагодарить. И тут случился мой звездный час, потому что я получила очень много комплиментов тому, как я выгляжу сегодня, и как я стилизовала, как я сочетала плащ, накидку, пыльник, Бербери. И меня даже сфотографировали для внутреннего, скажем так, каталога. Этот каталог существует, я много раз вам рассказывала, для того, чтобы показать клиентам, что можно вот таким образом носить пыльник-сетку. Я же, в свою очередь, стала обращать все больше и чаще внимания на вот такие перфорированные вещи. На вещи, их тоже можно встретить в Марины Ринальди из шелка. Это удлиненные кардиганы, пиджаки, это вот пыльники. На самом деле, их очень сложно описать и дать им название. Но этот эффект, вижу-не вижу, очень красиво смотрится. И вот я примерила рубашку, скорее всего, она тоже станет моей. Кожаная стоит дорого, но я подожду распродаж. Буду носить вот таким образом. Руках можно, посмотрите, даже не поднимать. Вообще, пальто, сделанное как рубашка. Мы их видели в начале сезона, потом мы ушли все в желто-оранжевые и красные зоны, и не было возможности снимать и показывать. А потом уже стало тепло, и эти вещи, их уже убрали. Их можно будет увидеть только на распродаже. Но вот очень много было пальто на витринах, как раз-таки еще зимой, еще когда были зимние распродажи, вот такого рубашечного типа. То есть, на рукаве манжет, а само пальто сделано как рубашка. Вот еще один вариант такой накидки. Она изо льна. Кстати, я очень люблю вот такие сумки. Всегда говорю, что они очень красивые. И, несмотря на то, что это, безусловно, вечерняя линейка, предлагается для вечера, подобный клатч-сумка. Они очень здорово смотрятся с джинсовыми комплектами, либо когда в ансамбле есть что-то джинсовое. Украшения традиционно мне нравятся в Марино Ринальди. Помните, я мерила что-то подобное на черную водолазку. Смотрится очень эффектно. Также очень эффектно смотрятся на белой блузе, либо с белой рубашкой. Но рубашка, на самом деле, может быть любого цвета. Главное, чтобы она была хлопковая и чтобы не было рисунка. То есть, это может быть голубая, белая, розовая рубашка. Вот такие украшения традиционно ассоциируются с вечерними нарядами. Но они тоже будут смотреться здорово. Например, поверх белой футболки. Все чаще я вижу, что рубашка, она все-таки завязывается. Вот прямо-таки это тенденция. Это модный трюк, который, по всей видимости, в Италии очень популярен. И можно сказать, что не только на витринах я встречаю этот трюк, но также и на модницах. А вот платье. Это уже зимняя коллекция. Это платье, которое мне очень хочется примерить. Оно из плотного денима. И его мы видели на витрине. Очень красивое платье. Очень-очень красивое платье. Опять же, возвращаясь к стриму, когда мне был задан вопрос, как одеваться крупным женщинам. Вы знаете, мысль, которую мне не удалось выразить в момент стрима, потому что стрим это всегда некая спонтанность, заключается в том, что действительно быть красиво одетым подразумевает также иметь просто-напросто красивые вещи. Эти красивые вещи хороши сами по себе. Они хороши, кто бы их ни надел, кто бы их ни носил. И нужно стремиться наполнять свой гардероб, в том числе такими вещами. То есть не только базовыми. Черная водолазка будет хорошо смотреться на встроенной женщине. На женщине, которая набрала несколько килограмм, черная водолазка будет смотреться несколько хуже, потому что она обтягивает. Но есть другая категория вещей. Эти вещи яркие, они имеют фактуру, они обращают на себя внимание издалека. Этих вещей, с одной стороны, не должно быть очень много, потому что за ними не видно женщину. Но, с другой стороны, они должны быть. И вот они прекрасно будут смотреться на любой из нас. И я, кстати, стараюсь делать обзоры из бутиков, где есть такие вещи. Очень часто, когда я делаю подборку и я выбираю вещи, я именно такие вещи вам показываю. Они необычны принтом, дизайном, рисунком, своей фактурой. Очень часто я обращаю внимание именно на обзоре витрин на эти детали. Поэтому помните, что есть категория вещей, которые просто красивы сами по себе. Они будут хорошо смотреться, кто бы их ни носил. А я продолжаю мерить. Как вы, наверное, уже поняли, эта примерка, она тематическая для меня. То есть, вот такое что-то полупрозрачное. При этом, посмотрите, это может быть и вязка. Вот такой жилет можно, я думаю, связать самостоятельно. Здесь очень красивый цвет. Я бы взяла, наверное, на размер побольше. Но я брала прямо-таки из зала, что есть, то и мерила, чтобы не беспокоить никого размерами. Это, очевидно, хлопковый жилет. Здесь больше подойдет белая база, возможно, льняная, белые шорты, белая футболка. Следующая вещь, которую я мерю, это так называемая казакка. На итальянском она так произносится. Называется эта вещь. Сойдет из-за мини-платья с джинсовыми шортами. И с белыми брюками будет прекрасно смотреться. И с джинсами бойфренд будет хорошо. И мне кажется, с брюками палаццо тоже будет хорошо смотреться. Цвет любой может быть, потому что красный универсальный цвет. И на самом деле мне очень нравится Марина Ринальди. Это для меня марка открытия. Кстати, я хотела обратить ваше внимание, что в очень многих магазинах, я думаю, не только в Италии, предоставляется услуга персонального покупателя. Если вам понравилась какая-то вещь, обязательно поинтересуйтесь у консультанта, а с чем ее можно носить, что в комплект можно купить. Вам покажут, даже если вы не собираетесь покупать, а возможно вы поймете в этот момент, что подобная вещь у вас есть уже в гардеробе. И вы будете знать, с чем компоновать ту вещь, за которой вы пришли, которую вы намерены купить. Я говорила из персонального консультанта, персонального стилиста, конечно же, не персонального покупателя. Эта вещь легла в список моих желаний, попала, точнее, в список моих желаний. Она есть также в белом и вот таком синем цвете. И на скидках, тут, кстати, не актуально говорить, если будет мой размер. Я люблю брать Марину Ринальди на несколько размеров, больше размер для меня совершенно не важен. Именно поэтому я в том числе люблю Марину Ринальди. И одежда очень красиво драпируется, одежда очень красивых цветов. На самом деле я уже забиралась уходить и увидела среди синих вещей и сине-белые экспозиции. Кстати, очень красивый синий цвет у Марины Ринальди именно в этом сезоне. В прошлом сезоне был красивый фиолетовый, который вообще я нигде больше не встретила, несмотря на то, что видела очень много витрин. Посмотрите, какая красивая накидка. И она тоже попала в список моих желаний. Мне не хватает такой вещи, чтобы добежать до пляжа. Ну, а потом эту вещь, конечно же, можно носить в городе, прикрывая микро-шорты белые либо джинсовые. Ну, что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю бутик Марина Ринальди в Падуэ. Поеду туда на следующей неделе. И у меня, я уверена, случится очень-очень интересная примерка. Контакты бутика, если вам что-то интересно, я оставлю закрепленными в моем комментарии. Всем хорошего настроения и прекрасного дня!